Наркотики В мире есть такой опыт. Но живут же и даже тебя воспитывают. Так почему в мире сложилось мнение, что наркотики разрушают жизнь? Я не мог на себя в зеркало смотреть, потому что человек, который с зелёным лицом, я понимал, что есть проблемы. Но сделать я с этим по факту ничего не мог. Наркотики Нет, эта переписка не фейк. Презрение действительно первое, с чем ты сталкиваешься, когда решаешь попробовать наркотики. Нет разницы, передали их тебе из рук в руки или ты заказал их в Dark Web. На той стороне ни у кого нет задачи продавать тебе качественный став. И ты никогда не знаешь, что на этот раз окажется внутри тебя. С чем это разбодяжили, чем опрыскали, получишь ли ты лёгкое веселье или худший кошмар в своей жизни? Пик наступил тогда, когда в один из очередных дней зашёл ко мне друг. Мы с ним укололись, и он умер на руках у меня. И не прошло, наверное, 30 дней. С этого момента я пошёл ещё с одним на день рождения к нему. Ну и день рождения в формате лес, и два баяна. Суть в том, что оба отъехали. И проснувшись, он был мёртвый. Человек, который наркоман, про которого знает, что он употребляет. По большому счёту, делай с ним что хочешь. Ну и как бы есть такая... То есть с тобой можно вилять как угодно? Конечно, то есть. Окей, эти ребята пережили зависимость. Но ты-то умный и плотно подсаживаться не планируешь? Ну как тебе сказать, если бы через год после первой списки с наркотой все теряли человеческий облик, вред был бы очевидным. Но чаще всего наркотики – это рельсы, по которым до днища добираешься долго. Если ты знаешь людей, которые каждый вечер курят спайс, и у них в жизни всё хорошо, то подожди и посмотри, что с ними станет года через три. Этот поезд едет медленно, но он всегда едет только в ад. Должил, может быть, употреблять наркотики, если бы я знал хотя бы одного человека, который начал употреблять и смог с этим жить или стал успешным. Ну и по факту моих друзей сейчас никого нет, они все погибли, и туда входили и девушки, и молодые люди, а те, кто остался, те отбывают срока. Я успел получить два высших образования, у меня такая была суперпрестижная работа, я был офицером и так далее. Это вот начало употребления. Последние 10 лет, это вот, если бы не родители, вряд ли я бы здесь сидел. Зависимость – это как дышать. Такая штука, которая кажется очень естественной. Если тебе способно испортить настроение то, что ты не смог вырубить наркоты, пора задуматься. Я не мог совладать как-то с внутренним миром, не мог научиться общаться с людьми. И вот именно они давали мне вот эту как бы свободу, ну свободу, быть коммуникабельным, общаться с девушками, ну вот такие вещи. Когда ты начинаешь употреблять, для тебя кайф – это вот какие-то новые эмоции, интерес, раскованность. А потом кайф заключается в том, что тебе больно, страшно, там чувство ущербности, вины, и ты перестаешь это чувствовать. Просто вот получается забыться, тебе никто не нужен. Зависимый человек – это вот человек, который привык страдать. Мой мир составлял раньше, ну кровать, телевизор и барыга. Я смотрел телевизор и видел, как вот показывают там каналы Discovery о каких-то там морях и людях, которые путешествуют. Я считал, что это, ну это не для меня, то есть, ну в это, ну не в моей жизни это точно. Ну я просто в это не верил. Каким образом ты сейчас себе создаешь внутреннюю свободу? Каждую неделю приезжаю с работы, и я пробую себя в чем-то новом. Периодически это игра на гитаре, там картинг, там какой-то пинбол. То есть ты делаешь все для того, чтобы почувствовать вкус жизни? Да, да. Наркотики не приносят в твой организм ничего нового. Все те же ощущения – восторг, расслабленность, погружение в подсознание – ты испытываешь и без них. У тебя в теле уже есть все необходимое. Ты, блин, даже клаудтрэп можешь слушать не по накурке. Хорошая музыка вставляет сама по себе. Отчего ты в жизни испытываешь самые сильные эмоции, которые воодушевляют тебя, которые вдохновляют, позволяют тебе идти вперед? Чувство влюбленности сильной. Сильнее этого, пожалуй, эмоций мало. В этом состоянии какие-то травмы и так далее, они все уходят на второй план, и ты чувствуешь только желание быть рядом. После рождения ребенка эти эмоции приходят вновь. Ну, поскольку я там, да, занимаюсь по шуму свадебных платьев, для меня каждая девочка – это вот такая маленькая победа. То есть, когда я смотрю, я вижу их эмоции, как вот они классно осуществляют всех мечта. Для меня круто, для меня это вот символ делать что-то дальше, 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 новое вдохновляет. Ну, это меня вдохновляет и позволяет вдохновляться окружающим. Как тебе пришло это решение – отказаться от наркотиков вообще, не пробовать даже? В моем учебном заведении рассказывали о том, что происходит с наркоманами, и показывали видеозаписи. Причем видеозаписи, те, которые не будут показывать по ТВ и вообще редко в контакт попадут, допустим. На фоне вот тех вот вещей, которые нам рассказывали и показывали, я для себя категорически решил, что даже вот нелегкий, никакой, вообще вот никак я к этому делу не прикоснулся. В принципе, если предложения и поступали, то отказ мой был настолько резкий, категоричный, что скорее вызывал сначала испуг, а потом уже возможно уважение. Ну да, конечно, такие предложения были, но просто достаточно высказать свою точку зрения, ну и высказать ее достаточно, ну так, жестко. То есть, нет, не то, что, ну, не, ну я не знаю, просто нет, я не хочу, спасибо. Еще один неочевидный факт о наркотиках. Когда все вокруг угашены, вперед уходят те, кто может развлекаться без наркоты. Я не вижу в этом фишке как-то найти выход, да, там, получить какой-то кайф, удовольствие, да, выброс эндорфинов. Ну, для меня есть много других способов, то есть, это либо занятие творчеством, либо, ну, для меня это было, например, йога. Вот, йога, ну, как спортивные занятия, да, ну, в том числе, вот, там, медитация. Ответ простой, зачем мне пить, если я и трезвый несу фигню? Ну, после того, как я перестал пить, я для себя понял, что даже в не совсем трезвой компании можно просто элементарно самому расслабиться и чувствовать себя чуть более раскованно, да, чем ты ведешь себя обычно. И, в принципе, ты получаешь, ну, трезвые, но позитивные эмоции при этом. Вот в чем ловушка, бро. В тех, кто когда-то баловался наркотой, но не скатился в систему. Они пережили этот опыт, и теперь кажется, что в нем нет ничего страшного. Тогда попробуй спроси, хотят ли они, чтобы их дети принимали наркотики. Субтитры подогнал «Симон» Кстати, в реабилитационных центрах полно людей, которые лечатся от канабиоидной зависимости. Это те, кто разучился радоваться без марихуаны. Так что не обманывай себя, бро. Трава – это тоже наркотик. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»